Науку в Орловском государственном университете имени Тургенева продвигают сами студенты. Они же являются главными исследователями в учебных лабораториях, а те в свою очередь оснащены современным оборудованием. Какие-то из приборов и вовсе единственные в стране. К примеру, эту машину создавали по заказу самого ВУЗа. Она позволяет нам исследовать какие-то очень быстрые процессы, которые просто нельзя поймать на конфокальной микроскопе. Но здесь мы можем это сделать. То есть это японский микроскоп, от которого отключено все, что можно было отключить. И дальше здесь система английской фирмы КИРМ, которая позволяет визуализировать те процессы, которые нас интересуют в плане нарушений. Все исследования и разработки молодых ученых имеют практическое применение. Лаборатория биомедицинской фотоники тесно сотрудничает с орловскими врачами. Хирурги используют одно из студенческих изобретений – оптическую систему биопсии. Современные оптические методики позволяют в реальном режиме времени, во время проведения оперативного вмешательства, дать информацию о том, какой метаболизм в этой ткани. То есть информацию о диагнозе уже непосредственно на кончике иглы, можно сказать. То есть мы дооснащаем хирурга дополнительной информацией. Научно-техническая база ВУЗа позволяет ученым участвовать в различных проектах и экспериментах. Сейчас стажеры и исследователи разрабатывают диагностические критерии для устройств московской компании «Лазма». С помощью этих приборов медики смогут находить нарушения сердечно-сосудистой системы. Мы сейчас уже видим, это ваша микроциркуляция, это ваша перфузия, здесь конгломерат разных ритмов. Сейчас сотрудники лаборатории столкнулись с проблемой оттока кадров. Все меньше студентов увлекаются научной деятельностью. И все больше школьников, занимающихся на базе ВУЗа, поступают в другие университеты. Я считаю, что есть определенная проблема, связанная с выпускниками, с привлечением абитуриентов, в частности в наш университет. Губернатор отметил, что точкой притяжения талантливых ученых на Орловщину сможет стать многофункциональный межвузовский кампус. В кампусе разместят лаборатории по самым перспективным научным направлениям, что сможет привести к развитию прикладных исследований и повышению качества образования в регионе. Ирина Титова, Илья Афоничкин, телеканал Первый областной.